Здравствуйте! В эфире программа «Слово Церкви», в которой на ваши вопросы отвечают священнослужители Курской Метрополии. Первый вопрос от Анфисы. Чем вера отличается от надежды? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо внести третий компонент, третью неизвестную, добродетель, а именно любовь. Вера спасает нас от обезбоживания. Так или иначе, в этом мире процесс обезбоживания, как энтропида, он идет, и поэтому ему нужно сопротивляться. И вот как раз вот вера, как уверенность в невидимом, она нам напоминает о том, что в этом мире не все вечно, что вот есть еще та невидимая часть, и в нас самих эта невидимая часть есть. Надежда, она как бы забрасывает якорь такой. Не случайно ведь и символом надежды издревле был якорь. Помним даже в средневековом театре, когда выходил актер, выносил якорь, это было понятно сразу, что это надежда вышла. И вот надежда нам помогает так заикориться, спасает от безнадежи, от отчаяния. Но мы никуда не двинемся с места, если у нас не будет любви. Вот любовь, она является той самой движущей добродетелей, совершенством добродетелей всех, совокупностью совершенств, которая действует и в этом мире, и дальше она продолжает действовать, она никогда не умирает, по слову священного Писания. Любовь остается всегда. Следующий вопрос от Кирилла. С чего должен начинать свое воцерковление современный человек, уверовавший в Бога и осознавший свою принадлежность к русской православной церкви? Ну, в первую очередь необходимо согласовать свой жизненный ритм с ритмом церкви. Поэтому я бы посоветовал начинать с церковного календаря своего воцерковления. Именно церковный календарь, он как такая протитура нашей духовной жизни, как ноты. Вот праздники церковные, память святых, она помогает нам, чтение священного Писания ежедневное, оно помогает нам вот жить вместе с церковью и потихонечку становиться частью церкви. Ну, естественно, конечно, необходимо участие в церковных таинствах. Ну, я думаю, что календарь как раз вот он и подскажет, когда мы должны причащаться, насколько часто. Вот это вот самые первые шаги. Следующий вопрос. Словосочетание «тело» и «кровь Христовы» несколько необычно. И у некоторых людей иногда даже вызывает неприятные ассоциации. Почему святые дары носят такое название? Да, это словосочетание стало соблазном и для современников Христа, и для современников первых христиан. Да и сейчас вот тоже порой может вызывать какое-то недоумение. Христиан обвиняли и в каннибализме, услышав только лишь это. Но мы-то знаем, что таинство Евхаристии, таинство причастия установил сам Христос на Тайной Вечере. И помним, что именно он призвал учеников вкусить его плоть и кровь. Но это не значит, что, так сказать, ученики накинулись и действительно ели Спасителя, да, вот его человеческую природу, он дал им хлеб и вино, то есть плоть и кровь под видом вина и хлеба. Когда мы кушаем, мы, это, можно сказать, это максимальное соединение, да, не случайно же какие-то дружеские вот встречи, они всегда сопровождаются какой-то трапезой, ну, хотя бы даже просто чаепитие. Вот. Они говорят о том, что те, кто находятся за одним столом, они находятся в тесном соединении, в дружеском общении. Вот как бы общим. А Христос, когда на Тайной Вечере именно вот по плоти кровь ученикам давал, это было тоже таким шагом к созданию церкви, таким решающим шагом, потому что церковь – это тело Христова, и наша воцерковленность измеряется именно нашим серьезным отношением к причастию. Поэтому, если просто рассуждать отстраненно на эту тему, то можно так и остаться в дебрях своих заблуждений и смущаться, разрешив одно смущение, находить что-то другое. Поэтому нужно, услышав призыв, придите, идите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, нужно приходить и вкушать причастие. Следующий вопрос от Кристины. Почему православным священникам полагается отращивать бороду и длинные волосы, которые они собирают хвостики или заплетают в косы? Православные священники бывают разные. У некоторых там плохо растет борода. У меня вот она максимального своего размера достигла вот сейчас, за 18 лет, которые я ее растил. Вот, больше не растет. У кого-то, может быть, просто выпали волосы уже со временем, да. Но это же, так сказать, не значит, что, так сказать, волос не осталось. Он должен надевать парик какой-то и только после этого его допустят к служению. Нет, у нас есть безволосых священников достаточно много. Вот, поэтому волосы не являются проблемой. Но почему именно такой образ закрепился? Потому что каждый священнослужитель во время литургии, он действует за Христа. А как выглядел Христос, мы знаем. Церковное предание нам это сохранило. И вот некий вот этот образ, он вот помогает, вот внешне, я не скажу, что имидж, да. Имидж – это все-таки такое светское слово и выхолощенное. А именно образ помогает как-то верующим вот в библейские времена погрузиться. Следующий вопрос от Надежды. Когда я читаю дома Библию, меня всегда мочает вопрос. Может быть, я делаю это как-то не по правилам? Существуют ли какие-то особые церковные установления касательно чтения Библии дома? Есть рекомендация читать вместе с церковью Священное Писание. Ежедневно, как правило, в церковном календаре указано чтение апостольское и чтение евангельское. То есть, фрагмент из посланий апостолов или деяний и какой-то фрагмент из Евангелия. В какие-то дни еще добавляются, может быть, по Риме и чтения из Ветхого Завета во время Великого Поста. Это может быть наиболее заметным. Поэтому можно читать Священное Писание, читать Библию именно таким образом. Можно читать по порядку. Ничто нам не возбраняет. Можно узнать, где на ближайшем расстоянии от нас собирается какой-то кружок по изучению Библии православной, естественно, при храме. Вот у нас, например, в Куни, где я служу, у нас была такая программа для взрослых, обучающая «Открывая Библию». Мы так условно ее называли. И, в общем-то, мы знакомились, после службы оставались и знакомились с разными книгами Библии. Какие-то читали более подробно, какие-то, может быть, в общем, так сказать, просто. И в конечном счете у тех, кто был от начала до конца на всех этих занятиях, у него сложилось впечатление, у него представление о Библии. Он может сказать, какая самая короткая книга в Библии, какая самая большая. Даже немножко мы апокриф коснулись. Вот, может быть, такой вот кружок. Я знаю, что есть и в интернете. Тоже вот многие такие вот ревнители духовного образования, они тоже создают такие вот кружки, программы, вебинары различные, которые можно подключиться, зачастую просто бесплатно, вот, и спокойно изучать. Вот, либо можно поступить дистанционно в какое-нибудь учебное заведение, в частности, вот, Православный Свято-Тихоновский университет. У них есть дистанционное отделение, и там можно за несколько месяцев, так ведь, вот, тоже, вот, вместе читать и получить представление о Священном Писании. Следующий вопрос от Ирины. Что такое просфора, как правильно и для чего ее используют? Просфора – это приношение. То приношение, которое верующие приносят для совершения богослужения. В древности когда-то, как раз именно из этих принесенных хлебов, вот таких просфор, выходил дьякон, отбирал лучшую, и на ней совершалось таинство причастия. Вот именно эта просфора становилась той просфорой, которой причащались верующие на богослужение. Сейчас у нас просфоры обычно выпекают либо при храмах, либо вот в Курске есть замечательная просфорня Знаменского монастыря, которая располагается в семинарии Курской. Там работают профессионалы на высоком уровне, вот, они постоянно совершенствуются, подбирают муку, различные печати там выбирают. Творчество очень подходит, и вот, например, наш храм закупает именно там просфоры. Просфоры бывают маленькие, зачастую вот такие вот, когда мы заказываем просфоры в храме, подаем записочки, и из этих просфорок вынимают частички, вот зачастую нам такая маленькая просфора достается. Но есть еще пять больших просфор в Русской Православной Церкви, в других поместных церквях может быть и одна большая просфора, может быть и семь. Вот, ну, вот в Русской Православной Церкви пять просфор. Первая – это агничная просфора. Во время проскомидии перед литургией эта просфора обрезается особым образом. Те части, которые обрезаны, они называются антидор. Антидор, вероятно, слышали это слово, вот, вместо дара, и вот их потребляют натощак утречком. Если мы не причащаемся, то вот утром можно вот этот антидор спушить. Центральная часть делится, надрезается на четыре части, и во время литургии, во время евхаристического канона она уже разламывается на четыре части. Одной причащается частью священнослужителей, другая опускается в чашу, и две оставшиеся, они дробятся, тоже опускаются в чашу, и ими мы причащаемся. А четыре других просфоры – это богородичная просфора, девятичинная просфора, которой вынимаются девять частей в честь чинов святых, апостолов, пророков, мучеников, преподобных. И просфора о здравии, из нее вынимаются частички о тех, кто жив, кто еще странствует в этом мире временном. И просфора о покоении, из которой вынимаются частички о наших усопших. Вот такие просфоры в Русской Православной Церкви есть. Дорогие братья и сестры, вопросы на сегодня завершились. Мы ждем ваших новых вопросов по адресу, которые вы видите сейчас на экране. Призываю Божие благословения на все ваши добрые дела. Субтитры создавал DimaTorzok